Катер на воздушной подушке в этот раз спешит на спасение природного ландшафта. Цель определена – выявить нарушение природоохранного законодательства. Такие проверки проводятся именно во время разлива, так как задача – охватить как можно больше территории. Совместно с природоохранной прокуратурой мы посетили дробиш село Заокское и Барковской Затон. Мусора обнаружено на берегах очень много. В основном это бытовые отходы. Банки, бутылки, пакеты. В общем, картина такая же, как и в лесах, писал один художник по имени человек. Первое нарушение было выявлено сразу при подъезде к речному порту. На берегу реки Трубиш обнаружены три мусорных бака. Там их быть никак не должно. Мусор чего? Где? Сейчас мы собираем. Машина пока не подойдет, не проедет, нельзя. Ну хотя бы убрать. Да, уберем. Сейчас дам команду, сейчас уберем. Надо быстро сделать. Хорошо, сейчас, прямо сейчас, в течение 10 минут будет сделано. Справедливости ради стоит отметить. Речники слово держат, сказал – сделал. Не успели мы отплыть от берега, мусор действительно начали убирать. Наше дальнейшее путешествие по главной речной артерии региона Оке не сулило ничего хорошего. Особенно поразила несанкционированная свалка в селе Заокское. Если мусор на берегу специалисты называют самоочищением реки, которая во время схода паводка оставляет его на суше, то сюда явно привозили отходы не раз. И это далеко не все нарушения, выявленные в ходе рейда. Нами была обследована береговая полоса в пределах города Рязани. Обнаружены массовые скопления отходов на правой стороне, на правом берегу реки Трубиш. Также были обнаружены отходы в районе шпалопропитчного завода. И обнаружены незаконные захоронения отходов строительных и твердых коммунальных в районе брошенных ферм в селах Заокское. Сейчас главная задача выяснить, кому принадлежат данные земельные участки. После чего к владельцам или пользователям будут применены меры прокурорского реагирования. Отходы обязательно уберут. Несмотря на сильную загрязненность берегов радует одно. Во время путешествия по Оке нам на глаза попадались катера, баржи и буксиры. Но пятен от горюче-смазочных материалов или масла обнаружено не было. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».